всем привет дорогие друзья а мы продолжаем следить с вами за подтоплением улиц города героя керчи во время вот этого ненасти день 2 сегодня у нас всю ночь шли дожди вот обратите внимание центральный автовокзал рынок закрыли там дорогу в сторону стадиона улица маршала еременко стоят машины мчс и постоянно напоминают случившейся ситуации проехав немножко по улице маршала еременко от центрального рынка я вот остановился где пешеходный переход и решил посмотреть уровень реки в реке мелегче смерть не зря ведь предыдущий ролик и еще после предыдущий я показывал что все реки сливаются в районе центрального автовокзала в в одну в реку мелегче смерть и здесь и катер лес там впадает и восточный булганак собственно говоря и сама река мелегче смерть достаточно полноводным было в районе села октябрьская в предыдущем видео я это вам показал ну и сейчас посмотрите бурным потоком вода уходит в сторону порта а там выходит в черное море вернее в море вот посмотрите здесь еще есть небольшой зазорчик между пешеходным мостом и речкой ну сама вот здесь вот вместо пролома было видели это предыдущий потоп когда был специально парапет русла реки набережной поломали чтобы вода с дорог и улиц уходила в речку мелегче смерть собственно говоря и ночью сегодня такую же операцию и проводили вот эти улицы были затоплены но даже не затоплены а подтоплены пока вот дождь дает такую вот слабину он идет идет потом прекращается дает время на то чтобы какая-то часть воды ушла потом опять начинается опять начинает подтапливать улицы по сравнению еще расскажу с предыдущим потопом дождь дает передышку прошлый раз он такой передышки не давал и лил постоянно и очень сильно ну а сейчас с той стороны вот мы видим улица борзенко она вот в нормальном состоянии по сравнению с прошлым разом была полностью затоплена но мы перещаем перемещаемся с вами в район центрального стадиона где перекрыты улицы видели мы в начале ролика машина гаи стоит и не пропускает сюда это вот улица маршала еременко возле центрального стадиона и дальше идет переходит в вокзальное шоссе и уходит дорогой на багерово ну и как мы видим вот здесь за жилыми строениями протекает река катерлес тоже я вам показывал и вот такие беды здесь она натворила растеклась но здесь мы можем сказать долина катерлеса строение не было вот там то ничего еще а вот здесь уже центральный стадион и ближайшие постройки вот с правой стороны там автосервисы потом строительный магазин большой ну и все это вот как мы видим подтоплено но предыдущий раз была такая же масштабная такой же масштабное затопление да даже можно сказать не подтоплено затоплено вот только центр поля на стадионе еще не до конца скрылся под водой местная футбольная команда океан здесь проводит свои матчи но вот сейчас конечно не для не до футбола обратите внимание вот здесь мы сейчас вылетаем с вами улица маршала еременко и справа от нее есть из ехать центр русло реки на миле к чесме и вот такая картина гляньте стоит вот погрузчик где видите вода перетекает с дороги со стадиона вытекает посмотрите открыли центральные ворота чтобы вода уходила и уходят в реку миле к чесме впереди мы видим вот синие крыши это там центральный рынок там она делает почти 90 градусов поворот река миле к чесме но здесь все взято бетон достаточно неплохо на мой взгляд конечно критики всегда найдутся почистили русло реки и это вот одна из причин что достаточно быстро русло реки миле к чесме доставляет все воды в море вот посмотрите центральный рынок вот видите такой купол через дорогу автовокзал и вот центральный стадион имени пятидесятилетия октября в прошлый раз он был затоплен да и сейчас вот затоплен хорошо здесь видно вот возле стадиона вдоль дороги справа вот магазин пут и туда вот автосервисы были ну почему были они есть вот там тоже все потоплены в прошлый раз были подтопления так что вот здесь пока движения нет но все меняется это данные на 10 часов утра дорогие друзья за стадионом видим мы футбольные поля теннисные корты но он полноценный такой здесь спортивный комплекс и все это вот к сожалению под водой конечно после всего этого когда вода сойдет нужно будет все восстанавливать прошлый раз восстанавливаю ну и сейчас видите вот такая здесь ситуация такое вот расположение стадиона где протекает река катер лес которая собирает воду с балок за за поселком войкова и несет свои воды вот в одном из видео я показал где катер лес разлился это дорога на курортная и вот в том районе кто не видел обязательно посмотрите это вот третье по моему видео о ситуации с потопом в городе герой керчи и окрестностях ну вот судя потому что мы сейчас наблюдаем с вами это вот такая ситуация смотрел я ролики где выступал исполняющий обязанности мэра керчи что работали всю ночь действительно работали техника была тяжелая постоянно всю ночь где-то заторы из воды сразу оперативно устраняли чтобы уровень воды не поднимался но одним словом помогали как могли воде побыстрее уйти в море то есть подчищали где-то даже пришлось опять ломать парапет в районе улицы маршала еременко где-то пришлось нам ломать парапет реки мелегче смешно чтобы вода с улиц уходила в русло реки но это вот дождичек шел потихонечку но коптер я поднял посмотрим окрестности города героя керчи вот так выглядит населено здесь вот где мы сейчас смотрим в основном частный сектор и вот издалека оттуда там да вдалеке вот сейчас мы видим поселок войково и оттуда река катерлес катерлес несет свои воды так что вот здесь долина реки разлив футбольное поле такое дежурное за стадионом теннисные корты все это сейчас в воде но будем надеяться что больше вода не пойдет хотя это как говорят синоптики не мои слова это вот только начало еще ожидают до 150 миллиметров осадков ну и вот дождь такой без таким переменным успехом то идет то нет дальше чуть я проехал железнодорожные пути вот мост и под ним протекает река это все от река катерлес вдалеке там вот мы видим стадион прочие постройки магазин строительный ну и вот так вот выглядит здесь все частный сектор и тоже вот такой разлив но здесь дома поодаль так что здесь вот ничего страшного ну поля затопило это худшие из того вернее лучше из того что могло быть главное что вот хозяйство жила жилые домовладения все вот вроде как вот сейчас я вижу на месте сегодня не подтоплено ну и слава богу но еще раз повторяю расслабляться пока рано это еще не все как опять говорят синоптики вот посмотрите небо какое коптер летает идет дождь к сожалению дождь начал усиливаться в этот момент и мне приходится по-быстрому уже сажать его ну и вроде так вот все мы рассмотрели с мы с вами вот такая ситуация сейчас здесь но я так думаю что вот этого дождя который идет над керчью совершенно недостаточно чтобы так сильно все затопить потому что вот это вся катерлес восточный булганак они несут свои воды с полей где свое время тоже пролились сильные дожди вот допустим по аналогии катерлес там в районе ленина в районе трассы таврида где закрывали накануне были сильные дожди и вот эта вся вода но не вся частью большая часть пришла по руслу реки катерлес вот город керчь такая вот здесь ситуация на сегодняшний день будем продолжать следить но и сейчас мы прокатимся с вами по улицам города героя посмотрим где есть подтопление а где их нет просили меня показать где проходит великая русская река джаджава вот мы едем в сторону многоуровневой развязки где строится и вот под этим мостом как раз протекает река джаджава в прошлый раз вот этот перекресток полностью был затоплен в середине июня сейчас все здесь нормально джаджава не вышла из берегов к счастью вот он мост под ним она и проходит с правой стороны вот идут работой по демонтажу старого моста и здесь будет двухуровневая развязка многоуровневая развязка на пересечении шоссе героев Сталинграда и улице буденного вот я развернулся еду обратно видим гусеничный кран стоит на территории площадки и здесь вот пролетные балки железобетонные их гидромолотом разбивают но здесь вот все нормально мы слава богу здесь такая низина как вы видите двигаемся дальше по другим улицам города здесь вот достаточно тоже это улица маршала еременко с левой стороны у нас реками легче сме как мы видим мы уже здесь были с вами но ситуация меняется вот он рынок вот эти синие арочки это вот центральный рынок здесь все нормально если ехать направо на можно ехать налево там машина гаи загородила дорогу и все вот едут здесь ну мы двигаемся с вами вот на эту улицу сейчас будет путепровод над железной дорогой это у нас улица горького здесь пока все нормально светофоры обратите внимание все светофоры работают но и все коммуникации вся инфраструктура города работает насколько я знаю вода интернет свет все есть без перебоев это вот самое высокое место здесь путепровод под низом под ним проходит железная дорога и вот мы сейчас проезжаем с вами с левой стороны оптовый продуктовый рынок у меня есть видео отсюда как люди арбузы плавали ну и здесь уже протекает река восточный булганак вот сейчас немножко видно будет но здесь без изменений все затоплено видите да вот предыдущий ролик отсюда и перекресток улица горького и улица фурманова ну здесь самая низкая точка и постоянно как сильные дожди здесь постоянно постоянно вода ну хорошо здесь решетки и ливневки есть не так хорошо она работает как хотелось бы ибо вода собирается но достаточно если вот дождь не прекращается достаточно быстро вода уходит вот горького из перекресток улица фурманова ну а здесь как мы видим все нормально слава богу продолжаем следить за ситуацией комментируйте пишите что вы думаете по этому поводу до новых встреч я я я я я я я я я